Привет! Это видео ответ на вопросы подписчиков. Было дано задание, даны сложные вещества, необходимо было составить уравнение реакции с ними. Итак, смотрите, нам даны оксиды, основание, калий, соль, соль, соль. Составляем уравнение реакции. Мы должны опираться на наши знания о свойствах основных классов неорганических соединений. Итак, например, оксид цинка, цинк-У, является амфотерным оксидом и способен растворяться как в кислотах, так и в щелочах. Калий-УАЖ является щелочью, следовательно, цинк-У с калий-УАЖ даст нам цинкат калия. Первый продукт, второй продукт – вода. Алюминий-2О3, амфотерный оксид, следовательно, тоже растворяется как в щелочах, так и в кислотах. С калий-УАЖ может давать калий-алюминий-О2, мета-алюминат-калия, второй продукт – вода. Соли, литий-йод и калий-фтор способны вступать в реакцию обмена, когда вещества, то есть молекулы веществ, меняются составными частями, литий занимает место калия, калий становится на то место, где был литий. Реакции между двумя солями идут до конца, когда один из продуктов выпадает в осадок. Литий-фтор – малорастворимое вещество, вы можете посмотреть в таблице растворимости, поэтому стрелка вниз. СО3 является кислотным оксидом, это ангидрид кислоты H2SO4 с калий-УАЖ даст нам соль, сульфат калия и воду. СО2 также является кислотным оксидом, он ангидрид сернистой кислоты H2SO3 с щелочью даст нам сольфит калия и воду. Сульфат магния, соль вступает в реакцию с щелочью калия-УАЖ, образуется новая соль, сульфат калия и гидроксид магния, магний-УАЖ дважды, является малорастворимым веществом, стрелка вниз. Вот так решаются подобного рода задания. Зная свойства веществ, вы смотрите, могут ли они вступать в реакцию между собой, если могут, то какие конкретно вещества, что с чем вступает в реакцию. Если это видео вам было полезным, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео, пишите свои вопросы, комментарии.